Тихо, 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 просто не двигайся, чувак. Димон, куда мы попали? Это самый топовый мистяк! Ваш любимый бомж. Эй, друзья, всем привет, меня зовут Филипп Марвин, и сегодня мы с вами отправляемся на один очень интересный объект под названием Завод Большевик, поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Сижу я, значит, дома, никого не трогаю И тут мне пишет Димончик Димончик это тот тип, которого вы уже видели в моих видосах не один раз Фил, тут одна тема есть, есть завод один Можно его штурмом, говорит, взять Я говорю, а в смысле, а что вообще случилось? Он пару дней назад там был со своим другом Вот, залезли на этот завод И там есть дяденьки Не будем говорить, кто они такие Но вы сами понимаете, что это за дяденьки Мы вылазили уже в форточку Эти дяденьки нас спалили, начали на нас бежать Когда я в форточку уже вылазил Один из этих дяденек, говорит, арматурой, железной палкой по спине Прям по почкам меня ударил Я уже сейчас лечу в сторону этого, собственно говоря, завода Димон меня будет ждать там Димончик, вот ничего не хочется спрашивать Кроме того, почему тебе дали все-таки пиздюлей? Пойдем через стену, чтобы нам дали пиздюлей еще раз Залаз прямо в платформу 9.75 То есть разгоняешься и в стену? Брата, ну есть другой вариант Там через забор перелезть Познали дальше потом Через забор? Или так же через дырку? Вот еще есть дыра одна Но Димон легких путей не ищет Заложили Последние вот почему-то разы, когда мы лазим Мои какие-то маршруты выдуманные Ну не выдуманные, но просто я предполагаю Получаются А твои не работают Да блин, тут просто высоко Нужно прыгать Ой, бедненький, прыгать нужно Да, старые Димончик, как старые добрые Короче, Димон мне уже рассказывает, что там два человечка есть Которые забрали у него баллон И Димон намерен максимально жестоко И радикально справляться с ними Димон говорит, что здесь понаставили очень много камер Стелс в реальной жизни Слышишь? Так что если нас палят, мы пиздимся или мы все-таки съебываем? Ну, смотря где нас палят Типа, если что, вылаз такой пока один уже золотерезервный Короче, непонятно Либо пиздимся, либо убегаем по ситуации Смотрим Короче, нам нужно просто сделать резервный вылаз Потому что мы там быстро не вылезем Че мы там быстро не вылезем? Если за нами будут гнаться, мы перепрыгнем его, блядь Без рук даже И получить еще раз пизды? Я не намерен получать пизды Стою здесь где-то уже минут 3, наверное, 4 Димон залез туда вовнутрь, в окно И он пытается с другой стороны там дернуть дверь А я стою типа на шухере И я вот приготовил себе план побега Короче, смотрите, вот теплотрасса идет какая-то Блядь, громко Короче, ребят, уже немного не смешно Димончика что-то нету Уже минут 5 И я сейчас лезу проверить, где он Зачем ты мне двери открывал? У тебя уже 5 минут нету Блядь То есть вы понимаете? Он мне все эти 5 минут открывал двери А что это такое? Это печь, да Думаешь, это печь какая-то? А, ну да, похоже Реально единственное, что здесь осталось Это котлы От этих каких-то печек Что здесь делали вообще? Расскажи Да, что здесь делали? Предприятие работало На изготовлении Больших каких-то деталей Для Какой-то машиностроительный типа? Да, машиностроительный завод На котором представляли большие детали Для грузовых, короче, машин Типа того, да? Да, формы Всякие были Я понял Металлургия Короче, все понятно Ну, вон, да, печи разные Слушай, а что это за порода такая? Это, наверное, жужжалка, как уголь Знаешь, в селе, когда Если у тебя была печка Или вообще, если ты жил в селе Я просто жил в селе У нас была печка там у деда И он, короче, когда углем топил Вот такая вот жужжалка Потом с печки получалась Ну, конечно, атмосферненько, скажи Ну, прикольно, что мы сюда днем зашли Типа, понял? Потому что ночью здесь было Было максимально неинтересно Смотри, автомат остался старый еще С 80-х Квас хлебный Одна монета Три копейки Прикиньте, припили бы сейчас такого Холодненького Хорошего Такого хлебного квасика Мать моя женщина Как же хорошо звучит Посмотрите, там Свежее дерево Там что-то строят, делают Непонятно, конечно, что Сколько всего Димон решил сделать хоть конем И вставил арматуру В дверь Чтобы в эту дверь На всякий случай Не забрались Мы когда проходили Димон говорит Посмотри, как здесь много следов Но я заметил другое Человеческие следы как бы есть Но здесь есть и собачьи следы След лапы не очень маленькой собаки По-любому какая-то дворняга Здоровая Раскормленная Типа, в принципе, пофиг Она-то ничего не сделает Но она просто поднимет Очень много шума Ну вот, смотрите Не очень маленькая лапа Походили по цеху И просто посмотрите Что мы здесь нашли Все хорошо Это Господь Господь А что здесь делает крест Этот Димон? Не знаю Тут кто-то делает Жертвоприношение Кого, блин? Жертвоприношение металлу Я тебе так скажу В Чернобыле Некоторые места Получше выглядят Чем у нас в Киеве Заводы, которые недавно работали А что за яма, слышишь? Яма смерти Яма смерти А ну посвети в яму смерти Ого Опа Какая-то рельса идет Ай, тут А, это вся штука ехала Вот так Ни хрена себе Короче, мы сейчас решили Вылезти на крышу Попытаться вылезти на крышу Чтобы Посмотреть обстановку Все выглядит безопасно Мы поднимаемся по лестнице Все четко По резиновому настилу иду Слышишь, он Так шатается Как будто в каких-то играх Знаешь, типа Нужно пробежать По какой-то Подвижной херне И не упасть Тут видишь Подзаварено все А? Ну я не знаю А ты пролезешь там? Вот это да Ну я не уверен Что я пролезу Но попробовать стоит Наверное Ой, блять Так, друзья Ну что, кобра Вылазит Потихонечку Так, ну я через эту дырку и вылез Но мне кажется Я дебил полнейший Потому что Если Пройти еще по трубе Там здесь нормальные дырки Блять Боже, какой я имбецил Просто не посмотрел И вылазил через такую щель Конченную А вон, наверное, там Следующий цех Который нам нужен Вот там, где Димон Собственно говоря Получил Немножко по горбу Слышишь? Мы идем вроде по крыше А как будто по земле Да, какой-то? Это вон провалы Да я вижу Какие там провалы Это я видел А за проводочек Не хочешь никакой взяться? Ручкой Разочек Камера где-то висит? Да, на цеху Так, слушай Может Можно обойти вот так Вот И зайдем через крышу просто Ну если получится через крышу обойти Это все И зайти через крышу вот так Ну пойдем попробуем С этой крыши, собственно говоря Проходит теплотрасса Помните, про которую я вам говорил Что я устрою побег Если нужно будет Вот, собственно говоря С этого здания Эта теплотрасса выходит И мы хотим забраться на нее С крыши Чтобы не спускаться на землю Что здесь за местечко Светлое такое Такой светлый Хороший коридорчик Просто посмотрите Какой толщины здесь плиты Ну вообще Толщины Вообще нет Я так скажу Ну Димон Пиздец Моим рукам Без перчаток Ага Я как всегда Без перчаток Просто Охуеть И это не грязь Вон где-то там слева Видите Наше здание С которого мы вылазили Вот Мы вот так прошли По теплотрассе этой Или как она называется И посмотрите Насколько разваленное здание На территории Это же тоже цех какой-то Причем посмотри Та часть цеха Более-менее А это прям вообще Ну в хлам Почему так? Как ну Так строилось что ли? А руки у меня приветствуются? Ну залазные чисто Залазные руки Да? Да Ого Сейчас бы волосики Неме еще поправлять Тупо бомжи какие-то Я ну Я не знаю как ты Ты еще кстати нормально выглядишь Слушай Оно в этих штанах не видно А я именно конченый бомж Блять Я не успел заснять этот момент Вон там двери открылись Вот в этот В этом цеху Прям открылись двери И что дальше? А там что машина какая-то Будет выезжать? Да машина походу Выезжать будет Слышишь? Ты можешь присесть И нас просто не увидят Из-за вот этой палки Ну так Ну ладно Можешь встать Постоять Охуй Короче Вот там проходил мужик К сожалению Камера лежала в бананке Я просто вот так заныкался За эту штучку И он прошел И пока Ныкался здесь Увидел здесь Вот такой прикольный местяк Пока я пытался На третьем этаже Открыть окно Прям под нами Проехала машина Мы так с Димоном Заныкались Прям И в это же время Димон открыл дырку Не на третьем И на втором этаже Опа Нихера себе Да никто не увидит Чувак Мы себе просто лишний этот Выход заделываем Зачем? Я же его уже вынул Так тут столько шмоток разных Чувак Охренеть Посмотри какая она большая Я тут не был Тут тоже первый раз Я тоже здесь первый раз Доставай фотки Че здесь Тысяча девятьсот И обрезан календарь Тысяча девятьсот А Тысяча девятьсот Восемьдесят четвертого года А фоточки Фоточки Вот я видел фото Не Вот фоточку я видел Слушай, очень старая фотка Какая-то Ленин Еще здесь стоит Добрый день Павлуша Зима И Зина А, и Зина Зима Ваши дети Толик Женя И Оксана Господи Поздравляем вас Тысяча девятьсот Семьдесят шестым годом Что? Семьдесят шестой год Желаем вам счастья Крепкого здоровья Это реально раритет Долгих лет Семейной жизни Успехов Труде Труде И Мит... Мит... Муха Непонятно Очень сложный почерк Круто, чувак! Помнишь? А автору десять лет Смотри, мы были в Припять И помнишь, был антивандальный отряд Который... Да, АВО Припять Ну такие ребята Это же плохие ребята Правильно, Диман? Это очень плохие ребята Которых, если Встретите в жизни И будете знать, что Это антивандальный отряд С Чернобыля Можете давать смелые пизды Арматурой по спине А что это? Чувак, интересно А сколько давно Эти цветы заброшены? Оооо Слушай, я даже не думал Что мы сегодня Такое найдем Я даже не думал Что мы здесь найдем Стретивогаз Но они все без сумок Понял? Нет этих старых сумок Таких для Вообще пусто Это металл разбирали Да, это цвет мета Это медь Медь вытаскивали С магнит С катушек На диване А вон камера, смотри Вон камера на цеху На углу Она, кстати, нас не заметила Никак бы Хорошо, что мы не пошли По земле Да, во-первых Хорошо, что мы не пошли По земле А во-вторых Если бы мы даже Решили бы пойти На этот рабочий цех А вон челик ходит Смотри Вон там тип Вон, вон Налево пошел Даже если бы мы пошли По теплотрассе На этот цех Она бы все равно Нас не заспотала Никак Не засекла Блин, ну они одинаковые Это, чтобы вы понимали, друзья Это вообще другой цех Мы в нем не были Но выглядит он как будто Тот, в котором мы были Димон, я, конечно, все понимаю Но на какой завод мы попали Второй крест уже Куда мы попали Это качалка Да я, блядь, вижу, что это качалка Брусья Турник Жим для ног Блоки Верхняя тяга Для пресса Для игр Сука Вообще Вот такие брусья А это что за тренажер Это, походу, весы вообще Не, я не думаю, что это весы Это какой-то тренажер А, это, может, слышишь Для каких-то этих Скручиваний Типа, ну, я не знаю Очень нестандартный Больше вот эта штука Интересует, что это вообще А здесь, может, ноги мыли Чувак, мы в спортзал попали Блэд Спорт? А мне кажется Здесь даже свет есть, чувак Отвечаю Я не уверен, конечно, но Ну да Ваш любимый Бомж Чувак, какой-то реально Охренеть Да Тут еще жестче Трибуна Димон, куда мы попали Это самый топовый местяк Мы вообще собирались на завод А залезли В такое место Смотри, чьи-то сральники сидели Вот тут недавно Вообще, смотри Пыль стерта Реально недавно То есть Пару дней назад Буквально Слышишь? Ну, трибуна Это просто вообще топ Короче, под нами стоит машина Нас спалили И нас ходят ищут Ездят по территории на машине Я, как обычно, блять Ни хера не снимал И вот Только что Этот мужик Прошел под нами Не увидел нас здесь сверху И, короче, сел в машину Сейчас он, походу, поедет вот так дальше куда-то Или в ту сторону Туда, вон Дорожка там ведет Или же туда он поедет Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Просто не двигайся, чувак Пиздец, уходим быстрее 10% батареи на камере И мы бежим уже к выходу Потому что, короче, Димон же все-таки открыл тут дверь А на двери была печать Печать была сорвана Сейчас печать обратно заклеена Мужик сел в машину, поехал в обратку Вот В цеху думаешь себя от засада, да? Ну, нам-то насрать уже Главное успеть быстренько мне сейчас Ну все Тут меня на трубе они уже не возьмут Бля, какой же стейлс, чувак Я думал будет жестче Но мы настолько скрытные типы У нас даже не спалили Они думали, что сколько мы будем по земле ходить А мы, как умные ублюдки Просто по теплотрассе гоняли Жесть Друзья Всем спасибо за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Нажмите колокольчик И там вот все уведомления, чтобы вам приходили И подписывайтесь на инстаграм Всем спасибо Всем пока Давай, давай